Несмотря на то, что все масштабные мероприятия ко дню Великой Победы перенесены на неопределённый срок, ряд обозначенных мероприятий всё же должен быть выполнен. В их числе и возвращение на Аллею Славы памятника Георгию Беруашвили. В Южной Осетии не делят героев по национальному признаку, подчеркнул президент Анатолий Бибилов, отдавая поручение об установлении памятника Герою Советского Союза Беруашвили Георгию Ивановичу на Аллее Славы. Считаем, что мы не должны опускаться до того уровня, когда мы будем на наших героев смотреть по национальному признаку. Без Героя Советского Союза Беруашвили должен быть восстановлен. Восстановлен рядом с героями возле Вечного огня. Постаменты у Вечного огня были разрушены в 90-м году после вторжения в Цхинвал грузинских силовиков, в период первой масштабной грузинской агрессии. Тогда они ещё раз продемонстрировали, насколько им чужды подвиги тех, кто готов был положить свою жизнь во имя мира во всём мире. Бюсты героев, в их числе и Георгия Беруашвили, были разрушены и сброшены в реку. После этого акта вандализма бюсты других героев Советского Союза были восстановлены. Все, кроме одного. И вот теперь, спустя 30 лет, ко дню победы 9 мая восстанавливается и последний оставшийся памятник. «Работы начались два месяца назад. Сначала мы сняли формы, затем слепили бюст. Отлили и к концу этого месяца уже его установим». Восстановлением памятника занимаются скульпторы Южной Осетии. «Уже завезли новые скамейки. Прилегающая к памятнику территория приводится в надлежащий вид». Южная Осетия подарила Великой Отечественной войне аж восемь героев Советского Союза, в их числе и Георгий Беруашвили. В свои 27 молодой человек уже отличился в битве за Днепр и командовал 132-м отделением саперного батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Георгий Беруашвили был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Георгий Иванович пал в бою 14 января 1944 года и был похоронен в братской могиле в селе Басовка, Украинской СССР.